добрый день в этом видео я расскажу как собирается головоломка под названием edge only void cube или void cube у которого есть только ребра оригинальный void cube помимо ребер имеет еще и углы двухцветные ребра трехцветные углы классический кубик рубика помимо ребер и углов имеет еще центры убираем центры получаем void cube убираем углы получаем edge only void cube эта головоломка имеет много общего с кубиком рубика без углов но отсутствие центров дает еще некоторые особенности а именно здесь есть как минимум два собранных состояния обратим внимание настроение двухцветные ребра их 12 штук видим что внутри отсутствует крестовина и вращается головоломка не очень хорошо да и не очень удобно из-за этих острых частей цвета этот можно считать белым хотя он несколько отличается это желтый белый и желтый располагается напротив также синий и зеленый тоже напротив розовый и фиолетовый аналогично при сборке можем поменять местами противоположные цвета к примеру в такой расцветке белый может быть не снизу а сверху но мы не можем собрать так чтобы белый и желтый были рядом на смежных гранях даже если сильно хочется так сделать не получится для сборки я буду использовать алгоритмы из классического кубика рубика поскольку это скорее коллекционная гололомка и собирается она не сложно я предложу минимальное количество алгоритмов для начала соберем белую грань хоть этот цвет выглядит каким-то серебряным или серым для определенности будем называть его белым для этого нам нужно четыре ребра обратить белым цветом на одну грань вот одно уже смотрит на нас начинать можно с любой грани главное чтобы здесь были белые ребра примеру можем поставить вот эти рядом едва уже есть но самое важное что стоит здесь запомнить то то что зеленый и синий цвета должны быть напротив а значит собрав ребра вот так мы сделали уже ошибку и головоломка не соберется поэтому отведем одно ребро в сторону это подвинем и поставим синие напротив зеленого дальше можно уже ничего не отслеживать все соберется без проблем просто на два свободных места нужно поставить оставшиеся свободные белые ребра поищем вот бело-фиолетовые поставим сюда здесь бело-розовые поставим сюда из любых положений белые ребра становятся на эту грань интуитивно потребуется сделать либо одно движение вот такое либо двойное если ребро находится на противоположной грани и в самом сложном случае нам потребуется делать дополнительное движение чтобы свободное место подвести под ребро либо само ребро сдвинуть над свободным местом может случиться такое что ребро будет находиться в нужной позиции но развернуто значит мы его поднимем в стандартное положение подведем свободное место и ребро поставим если ребро находится в каком-то непривычном положении неудобном мы для начала должны привести его примеру на второй уровень или средний слой будем считать нижний слой верхний слой а то что посередине средний или второй для начала мы должны сделать это так чтобы не сломать уже собранное сделаем здесь свободное место повернем переднюю грань и получим стандартную ситуацию нужно опустить так здесь пока занято подведем свободное место и уже поставим ребро проверяем что зеленый и синий напротив ну и очевидно розовый и фиолетовый будут напротив тоже если розовый и фиолетовый в другом порядке то ничего страшного так тоже кубик соберется переходим к ребрам второго слоя белую грань обращаем вниз и смотрим что у нас здесь иногда готовое ребро стоит на втором слое но не на своем месте и можно просто повернуть нижнюю грань и станет хорошо ну к примеру вот фиолетово-синее стоит уже на своем месте и цвета совпадают точно так же зелено-фиолетовое нам повезло остается собрать только два ребра для этого мы находим на верхнем слое ребра у которых нет желтого цвета так как на среднем слое желтый цвет не нужен ребра с желтым цветом должны быть на верхнем слое смотрим вот сине-розовое ребро располагаем это ребро так чтобы синий цвет совпадал с синим цветом ребра первого слоя вращаем либо два нижних либо одну верхнюю грань синий-синий верхний цвет совпадает вот с этим дальше смотрим второй цвет розовый он может быть либо слева либо справа здесь фиолетовый по нижнему слою смотрим здесь розовый если розовый цвет справа ну либо тот цвет который находится спереди мы поднимаем правую грань вставляем сюда ребро и опускаем правую грань и получаем что ребро находится на месте можно использовать много других способов но я показываю самый короткий ищем еще ребро без желтого цвета вот оно зелено-розовое зеленый цвет уже совпадает с зеленым цветом нижнего слоя опять розовый цвет справа фиолетовый слева розовый если розовый цвет слева то мы поднимаем левую грань вставляем ребро и опускаем левую грань все по цветам совпадает в случае если ребро стоит на своем месте но развернуто его сначала нужно отсюда извлечь и потом поставить нужной стороной чтобы ребро извлечь нужно на его место поставить какое-то другое ребро располагаем справа неправильное и любое другое отсюда переставляем сюда переставлять будем направо поэтому поднимаем правую грань вставляем ребро опускаем и наше ребро поднялось подводим на нужную позицию чтобы верхний цвет совпал с передним эта позиция не та верхний цвет совпадает с передним розовый цвет находится слева а значит поднимаем ребро слева вставляем сюда и опускаем может случиться такое что на верхнем слое остались одни ребра с желтым цветом а первые два слоя еще не собраны тогда ребра могут стоять на своем месте развернута как в предыдущем случае и мы делаем так же как я показывал только что либо ребра могут стоять не на своих местах к примеру вот это зелено-фиолетовое должно стоять слева а сине-фиолетовое справа чтобы их поменять можем использовать тот же самый алгоритм сначала достаем правое ребро для этого вот это поставим сюда поднимаем правую грань вставляем ребро опускаем ищем вот это подводим поближе чтобы верхний цвет совпадал с передним здесь зеленый цвет он либо справа справа синий либо слева слева нашли зеленый зеленый значит это ребро нужно поставить налево поднимаем слева вставляем ребро опускаем сине-фиолетовое поднялось вверх подводим ближе чтобы верхний цвет совпадал с передним первого слоя фиолетовый фиолетовый здесь цвет синий слева был зеленый значит синий справа ставим это ребро направо поднимаем вставляем ребро опускаем первые два слоя собраны начинаем собирать верхний слой для начала нам нужно сделать так чтобы верхние ребра были обращены желтым цветом наверх здесь возможны три ситуации и решать мы их будем одним алгоритмом этот алгоритм называется палка в методе для начинающих для кубика рубика три на три выполняется следующим образом мы поворачиваем переднюю грань по часовой стрелке потом поднимаем правую грань верхняя по часовой опускаем правую грань верхняя против часовой и возвращаем переднюю грань против часовой стрелки на кубик рубика при этом возникал крест а так как на edge only углов нет только раз получится желтая грань вот аналог палки располагаем так чтобы желтые элементы были слева и справа если у вас ситуация другая то подождите будут остальные вращаем переднюю грань по часовой стрелке далее поднимаем правую вверх по часовой опускаем правую вверх против часовой и возвращаем переднюю грань на место все ребра становятся желтыми помимо палки может быть вот такая ситуация она называется галка два ребра развернуты правильно и находятся рядом не напротив друг друга как в палке а рядом нужно взять таким образом чтобы одно правильное ребро было слева другое сзади и сделать тот же самый алгоритм поворачиваем переднюю грань по часовой стрелке поднимаем справа поворачиваем вверх по часовой опускаем справа вверх против часовой возвращаем переднюю грань на место и получаем предыдущую ситуацию правильные ребра слева и справа делаем тот же самый алгоритм поворачиваем переднюю грань поднимаем правую вверх по часовой опускаем правую вверх против часовой и возвращаем переднюю грань все ребра желтые в редких случаях может произойти такое что ни одного желтого цвета сверху нет все они сбоку такая ситуация называется точка ну центра нет поэтому непонятно почему точка на кубике рубика это очевиднее чтобы решить делаем тот же самый алгоритм поскольку желтых цветов нет можно делать из любого положения главное чтобы белая грань была снизу тот же самый алгоритм поворачиваем переднюю грань поднимаем справа вверх под часовой опускаем вверх против часовой переднюю грань против получаем галку важно поставить чтобы желтые были сзади и слева делаем тот же самый алгоритм передняя по часовой поднимаем справа поворачиваем возвращаем справа возвращаем обратно ну и переднюю грань обратно удивительно но получилась палка проверяем что желтые слева и справа делаем алгоритм еще раз поворачиваем переднюю поднимаем правую вверх по часовой правая вниз вверх против часовой передняя против часовой и все желтые ребра обращены желтым цветом наверх остается только ребра переставить мы видим что какие-то стоят на своих местах а какие-то по цветам не совпадают чтобы их расставить правильно нам потребуется еще один алгоритм алгоритм снова из кубика рубика называется он рыбка поскольку решает вот такую ситуацию и она похожа на рыбку для начала поднимаем правую грань вверх по часовой опускаем правую грань вверх снова по часовой поднимаем правую грань вверх вращаем два раза неважно в какую сторону и опускаем правую грань и кубик должен полностью собраться но чтобы это сработало на edge only нужно сделать так чтобы у нас два ребра стояли на своих местах и причем они должны находиться рядом друг с другом одно ребро на месте это нет это нет это нет только одно одно мало поворачиваем верхнюю грань допустим по часовой стрелке эти ребра стоят неправильно это правильно и это правильно цель достигнута то есть два ребра находятся на своих местах причем на смежных гранях располагаем головонку так чтобы правильные ребра находились сзади и справа поднимаем правую грань вверх по часовой опускаем правую грань вверх снова по часовой поднимаем правую грань вверх вращаем дважды неважно в какую сторону опускаем правую грань и кажется что ничего не поменялось но если мы сделаем еще один поворот в верхней грани по часовой стрелке то увидим что все ребра на местах и edge only void cube собран другой случай пока все ребра стоят не на своих местах вращаем это на месте это нет это на месте это нет получаем что правильные ребра находятся на противоположных гранях рыбка в этом случае не сработает не сработает с первого раза но сработает со второго а значит мы сначала из любого положения но желтой гранью вверх делаем рыбку а потом ее повторяем поднимаем правую грань вверх по часовой опускаем правую грань вверх по часовой поднимаем вверх дважды опускаем это ребро на месте это ребро на месте а эти два нет располагаем правильные ребра сзади и справа делаем рыбку еще раз поднимаем правую вверх по часовой опускаем правую вверх по часовой поднимаем правую вверх дважды опускаем правую делаем доворот и головоломка собрана покажу пример сборки для закрепления с самого начала ищем белые ребра есть одно есть второе и еще два видим что синие и зеленые находятся рядом должны быть напротив поэтому будет хорошим решением вместо зеленого поставить фиолетовое да а зеленое поставить напротив остается у нас здесь вот розовое ее можно поставить как-нибудь временно сломав зеленое ставим сюда сюда и теперь возвращаем зеленое любым интуитивным способом у нас опять получилось что после зеленого стоит фиолетовое но розовое тоже может быть я сразу вижу что зелено-фиолетовое стоит на своем месте и развернуто не очень хорошая ситуация попробуем ее избежать вот зелено-розовое и сине-розовое любое из них можно поставить на свое место я поставлю сине-розовое просто вращая белую грань и тогда зелено-фиолетовое сместилось уже не на своем месте но остальные придется собирать по крайней мере одно ребро на месте ищем сверху ребра без желтого цвета вот сине-фиолетовое ищем фиолетовую сторону фиолетовая сторона находится вот здесь подгоняем поближе проверяем верхний и передний цвета совпадают синий слева нет находится справа поднимаем правую грань вставляем ребро напускаем на месте это желтое это желтое это не желтое розовый цвет с розовым совпадает зеленый справа значит будем ставить направо поднимаем справа вставляем ребро опускаем дальше желтое желтое зелено-фиолетовое фиолетовый с фиолетовым совпадает зеленый слева поднимаем левую грань вставляем ребро опускаем проверяем что первые два слоя собраны хорошо дальше здесь ситуация галка располагаем желтое слева и сзади делаем алгоритм переднюю грань по часовой стрелке поднимаем справа поворачиваем вверх опускаем справа вверх поворачиваем обратно и переднюю грань обратно получаем палку поворачиваем переднюю грань проверяем что ребра слева и справа поднимаем правую поворачиваем возвращаем 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 понятно что между двумя применениями для палки можно переднюю грань не вращать. Но чтобы уменьшить количество алгоритмов, я показываю именно таким образом. Дальше. Желтая грань собрана. Проверяем положение. Ребро на месте. Нет. 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 Вращаем. На месте. Нет. На месте. Это нет. Два правильных располагаем. Одно сзади, другое справа. Делаем рыбку. Поднимаем справа. Вверх по часовой. Опускаем справа. Вверх по часовой. Поднимаем справа. Вверх дважды. Опускаем справа. Делаем доворот. И гололомка собрана. В итоге Edge Only VoidCube от компании OneOne. Это скорее коллекционная вещь. В руках держать не очень комфортно. Острые краешки. Особенно вот эти вот. Могут задевать по пальцами. Надо быть осторожным. Собирается не сложно. Если вы умеете собирать кубик Рубика, то алгоритмов из метода для начинающих достаточно для того, чтобы собрать и эту головоломку. Но я показал более простые формулы, которые подойдут для тех, кто только знакомится с шарнирными головоломками. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.